Братья и сестры, скажем славу нашему Господу. Слава Богу за то, что мы имеем время благоприятное, что мы можем собираться и еще славить нашего Господа. Я хотел бы с вами прочитать один стих перед началом или в начале проповеди. Это будет Псалом 143, третий стих. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и Сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание?» Вот псалмопевец Давид, осознавая величие Бога, осознавая, насколько велик Бог, насколько велика Вселенная, насколько разнообразие Его творения, Он говорит такие слова, что «что есть человек, что ты его знаешь, и что ты обращаешь на него внимание?» Если так вот посмотреть, насколько велика эта Вселенная, насколько много звезд на небе, насколько много зверей на земле, и все вращается для того, чтобы человеку было хорошо. Вот настолько Бог обращает внимание на человека, что сделает так, что смотрим на звезды, они нам определяют времена, смотрим на Луну, смотрим на Солнце, оно определяет нам время, звери нам длины до пищи, и природа вся сделана так, что человек находится в центре этой Вселенной. И вот псалмопевец Давид говорит о том, что «что есть человек, что ты обращаешь на него внимание?» Я на работе, работая, тоже немножко задумывался на такой вот интересный момент, что наша компания, она делает продукцию, которая очень мелкая, очень маленькая. Если ее поставить в измерение, то вот у нас есть метр, есть миллиметр, а если вот тысячу миллиметров, это один метр, а вот если тысячу микрометров, это один миллиметр, а вот если тысячу нанометров, это один микрометр. Это очень мелкое измерение. И вот на работе у нас продукцию делают вот в таком мелком измерении, как говорят, нанотехнология. Но для того, чтобы сделать такую мелкую продукцию, делают такие громадные фабрики, делают столько много для того, чтобы вот такое маленькое сделать. Вот что-то похожее, вот Бог, для того, чтобы человека посетить в такую землю, где мы находимся, и вот мы видим вот так вот, как Бог все чудесно сотворил. Ему надо было такую громадную вселенную сделать для того, чтобы мы в центре этой вселенной могли жить и существовать. Это такое величие нашего Создателя. Слава нашему Богу. И помимо этого, Бог послал Сына Своего, возлюбил человечество. Так скажем, такое вот маленькое творение во всей этой вселенной. Послал Сына Своего, который умер за нас, чтобы мы имели спасение. Вот настолько любовь Божия к нам была для того, чтобы мы имели спасение. Из-за всей вот этой природы Он так заботится о нас. Я хотел бы с вами, братья и сестры, прочитать одно место священного Писания, один отрывок, который будет главным текстом моих рассуждений. Всем знакомое место. Дети его знают даже. Это будет Псалом 22. Я хочу прочитать весь. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашетях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину из смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умостил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так, благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в Доме Господнем многие дни. Псаломопевец Давид в этом псалме, понимая величие Божье, сопоставляет его с пастырем. Он говорит, сам он был по своей профессии в детстве пастухом, и вращаясь среди овечек, вращаясь среди вот этой вот поседневной жизни, он и видел, как Бог в его жизни является его пастырем. И он такое заявление говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вот настолько такое доверие Богу, понимая, что Бог в жизни его все имеет под контролем, он говорит, нуждаться я ни в чем не буду. И он дальше говорит о том, что не просто Бог ему необходимое даст, а он говорит, он покоит меня на злачных пажитях, он вводит меня к водам тихим, он дает такое, чтобы человек, чтобы Давид, как он про себя говорит, он мог преуспевать, у него было какое-то благословение, и не что-то попало, а вот злачные пажити, тихие воды. Дальше он говорит о том, что подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды. Бог смотрит за его стезями, чтобы он и шел всегда по правильной дороге и не сбивался. и он обращает внимание на то, что даже есть и трудные моменты в жизни, и жизнь пошла так низко, что смерть в глаза смотрит и вот прям дышит, как говорят, как дышит смерть в лицо, он говорит, я не убоюсь зла. Вот настолько понимает, что жизнь его, она находится в руке Божьей, без разницы. Произойдет какой-то смерть или придет что-то страшное в жизни, он знает, что Бог заботится о нем. Он говорит, не убоюсь зла, потому что ты со мною. И говорит, что даже упоминает такую мысль, что даже если нужно успокоиться ему, какое-то успокоительное, то у Бога есть и жезл, и посох, которым он может либо помочь, вот я смотрел, что вот жезл. Жезл, это как своего рода, это как дубинка по-нашему, такая маленькая палка. А вот посох длинная, большая, с крючком, что когда, если овечка ушла в сторону, можно было ее либо помочь, если она упала, ее потянуть. Вот. И вот Давид говорит о том, что вот жезл и посох, они меня успокаивают. Они помогают и сохраняют от врага, и если вдруг буйная овечка, вот можно успокоиться. Вот. И он показывает, насколько велик Бог, что он на такие вот мелочи в жизни Давида обращал внимание. И дальше в пятом стихе он говорит, что ты приготовил трапезу, приготовил стол, еду перед врагами, голова моя елеем наполнена, написано, что умастил елеем голову мою, и еще чаша, она преисполнена. Вот он видит благословение в жизни своей, вот то, что Бог дает. Даже когда врага, перед врагами, он видит, как Бог его благословляет. И в конце он подытоживает, говорит, пусть, так и продолжается, пусть благость и милость, она будет меня сопровождать, и я буду в Доме Господнем многие дни. И вот так вот псалмопевец Давид, вот этот вот, в этом псалме выражает величие Божие. Насколько он в Вселенной маленький, а Бог столько много внимания уделяет в его жизни. И не только в его жизни, он в каждом жизни нашей, я думаю, мы можем засвидетельствовать, насколько Бог проявляет свою милость, проявляет свою заботу, даже в маленьких вещах, может быть, незаметных. Но мы, бывает, люди, либо не замечаем, либо не всегда полагаемся на Бога. Я хотел бы прочитать еще одно место, это будет в Новом Завете, 10 глава Евангелия от Иоанна, 11 стих и ниже. «Я истинь, пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я истинь, пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Иисус Христос, Он засвидетельствовал и говорит, что Я пастырь добрый. Вот то, что Давид говорил, говорил, Господь пастырь ему, вот здесь Христос говорит, Я пастырь добрый, Я свою жизнь полагаю за овец. И он еще показывает разницу, вот наемник, он не родит о дубовцах, вот если, вот приходит волк, он убегает, потому что ему оно безразлично, а вот Иисус показывает, что ни мне не безразлично, мне каждая овечка дорога. И если мы посмотрим другие места священного Писания, где Иисус говорит о том, что если будет сто овец в загоне и одна потеряется, то пастырь пойдет и будет искать ее, пока он не найдет ее, и найдет ее, и будет радоваться, соседей позовет. И написано, что так об одном грешнике кающимся радуются ангелы больше, нежели о девяносто девяти, не имеющем нужды в покаянии. И вот показывает, насколько любовь Божья к нам, к людям. И Давид это осознал. Давид это осознал и в своей жизни увидел, как Бог в его жизни через трудные моменты, через разные ситуации жизни, он видел, как Бог его вел, как Бог ему помогал. Еще Писание говорит, что о том, что посмотрите на лилии, как они цветут, посмотрите на птиц небесных, они не трудятся, вот, и Бог их питает. И Он говорит, насколько вы дороже многих этих малых птиц. Он говорит еще о том, что волосы все ваши на голове сочтены. Показывает, что Бог насколько обращает на каждую деталь в жизни нашей. Ему не безразлично, где мы находимся. Из этого мы можем взять в себе то, что Бог обращает на наши мелочи, в мелочи в нашей жизни и хочет нас благословлять. но как часто мы бывает либо сами хотим что-то в жизни нашей изменить и не просим Божьей помощи, не просим Божьего водительства, а прилагаем свои усилия и потом иногда не получается у нас так, как может быть хотели. Давид заметил и увидел насколько жизнь его зависит от Бога, насколько он зависим от Бога и как важно в его жизни было то, чтобы он все свои заботы полагал на него, все свои нужды он возлагал и просил у Бога помощи. И нас Писание также призывает к тому, чтобы мы всегда обращались к тому, кто нам поможет. Даже в таких вопросах, скажем, мы с напарником рассуждали, говорит, вот приходишь на работу, на проект и думаешь, а как надо здесь поступить, здесь надо проблему узнать. Вот ищешь, ищешь, не можешь найти. А вот помолился и Бог помогает. И потом видишь, насколько Бог явно выходит навстречу. Я думаю, можем засвидетельствовать много с жизни нашей, когда бывает мы, может, сами стараемся, с нами что-то делаем, пытаемся чего-то добиться, а забываем, что самое главное это попросить Бога помощи и Он поможет. И пусть будет у нас это всегда в нашем разуме о том, что Бог заинтересован, Бог заинтересован в том, чтобы нам было благо. Бог заинтересован в том, чтобы нам было хорошо. Но иногда мы не обращаемся к тому, кто дает это благо. Мы не обращаемся к тому, кто дает вот это хорошее состояние. Я еще прочитаю несколько стихов, тоже из Псалтыря. Это будет Псалом 90. Здесь написано вначале так. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, первыми своими осенит тебя и под крыльями его будешь безопасен». Здесь обращает внимание, что говорит Господу, ты мое прибежище, ты моя защита. Но первый стих говорит о том, что «живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». То наша задача тоже находиться всегда под Божьим присутствием, с Богом. И Бог, видя нашу жизнь, будет нам помогать. И если мы проходим какие-то трудности, если мы проходим какие-то переживания в жизни нашей, мы должны полагаться на нашего Господа, зная, что Он совершитель нашей веры, что Он поможет нам пройти трудности. И если есть какие-то нужды, обращаться к Нему, зная, что Он во всех вопросах заинтересован нам помогать. Давайте прославим в этой молитве Бога за то, что Он наш великий пастырь. Аминь. Продолжение следует...